Привет, друзья! Это Иван Полторашка, и сегодня я расскажу вам про игру Баннер Сага. Или, как по-другому, Сага о Баннере. Баннер Сага – одна из самых ожидаемых игр зимы. Угадайте, почему? Есть такая замечательная студия под названием BioWare, которая когда-то делала очень хорошие игры про Топальдура, а в последнее время увлеклась откровенной гомосятиной. Так вот, помимо прочего, студия занималась созданием игр по вселенной Звездных войн. И не так давно выпустила Star Wars World Republic, на разработку которой студии ушло целых пять лет. Но поскольку никаких особо громких релизов больше не намечалось, сотрудники решили уйти в свободное плавание. Уволились и основали свою студию. Назвали ее «Стояк Студия». Название мощное, и дебют должен был быть не хуже. Следуя популярным тенденциям, деньги на создание дебюта собирали по всему свету на сервисе Kickstarter. И, как оказалось, Баннер Сага — это не одна игра, а целых две. Первая часть, называющаяся Factions, является многопользовательской, и вышла она еще в прошлом году. А вот с одиночной кампанией все не так-то просто. Баннер Сага — это тактический RPG с подшаговыми стратегиями. Главный герой здесь — викинги. Если вы играли в Final Fantasy Tactics, Shining Force, то игровая механика вам покажется очень знакомой. Вам предстоит управлять группой различных персонажей, развивая их способности и решая всевозможные внутрипартийные конфликты. Ожидается, что диалогов в игре будет немало. В это легко поверить. Главное — не давать возможности разработчикам описывать никаких романцев, ебли и прочих домосядин. Зато будут выборы, влияющие на сюжет, нелинейность и давно забытое пошаговое сражение. Баннер Сага будет разделена на три эпизода, первый из которых поступит в продажу в январе. Поиграть можно будет как на ПК, так и на Маке.